всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале сегодня хочу сделать для вас расклад который называется работа над ошибками его думаю он называется работа над ошибками прошлого давайте мы наверное не над ошибками прошлого а сделаем вообще работа над ошибками которые сейчас потому что смысл разбираться в прошлом когда мы живем в моменте здесь сейчас поэтому будем рассматривать срез момента здесь и сейчас позиции перед вами камешки до 1 2 3 голубенький красненький зелененький сразу хочу сказать часто просто задают вопросы по поводу того могу ли я слушать одну позицию 3 или вообще ни одну получаю ли я ответы или нет давайте я еще раз повторение мать учения еще раз вам отвечу на этот комментарий он будет касаться исключительно моего канала слушайте внимательно почему именно моего канала потому что на своем канале у меня есть определенный определенные знания да так скажем и определенное видение некоторых моментах поэтому говорить за всех торологов я не могу как на всех каналах я тоже не могу поэтому я расскажу о своих правилах мои правила говорят о том что если у вас есть некий запрос и вы попадаете на расклад с запросом который вам созвучен то в нем есть необходимая для вас информация и ваша ответственность заключается в том чтобы эту информацию необходимую вам услышать она может быть в одной позиции она может быть в двух позициях одновременно она может быть во всех трех ее может вообще не быть то есть вы ее может не услышать и такой вариант тоже может быть поэтому я неоднократно говорил о том что на моем канале позиции это иллюзорное понимание выбора то есть поскольку вам необходимо вот это вот иллюзия дал что я что-то выбираю я на что-то могу повлиять я вам ее даю но по факту если бы я делала расклад на одну позицию а я каждый месяц делаю два расклада в формате руки карты где расклад на одну позицию в принципе да вот это вот иллюзия выбора она почему-то людям важно почему я говорю именно иллюзия потому что на самом деле это восприятие нашего мозга что мы что-то выбираем на самом деле до нас буквально за пять секунд мозг уже определяется не только через пять минут к нам приходит осознание что как будто бы вот это вот осознание понимание того что я выбрала вот позицию номер один на самом деле наш мозг за пять секунд это доказано научно это не я придумала вы уже выбрал конкретную позицию поэтому до того момента как вы нажали на кнопку посмотреть рассказать ваш муж уже определился что он будет это смотреть поэтому выбор позицию действительно иллюзоры ваша задача услышать необходимую для вас информацию то есть ответ на тот вопрос который вы задаете и иногда бывает так что ответ он приходит не в словах которые я озвучиваю а именно между строк умение до читать между строк то есть восприятие чисто как сказать органами нашими рецепторами нашими органами восприятия то есть чисто интуитивно до когда мне эта информация нравится и не нравится приятно от нее либо холодно либо она вызывает какие-то эмоции взаимодействия с информацией и вызывание какой-то реакции это есть как раз таки ответ на ваш вопрос наверное я сейчас очень мудренно сказала но все же если вы спрашиваете по поводу того что могу ли я послушать весь расклад там можете могут ли мне отозваться две позиции либо 3 либо вообще не 1 до все возможно это может зависеть того что вы находитесь на разных этапах до периодически например в первой позиции можете услышать то что было у вас в прошлом зеленой позиции можете услышать то что у вас было в будущем да то есть такие моменты тоже может могут быть то есть здесь в принципе все многообразие и желательно чтобы ну по крайней мере на моем канале вы не привязывались ни к позициям не каким-то словам то есть знаете вот стараемся ширить мыслить более широко воспринимать не только вербальную информацию да но еще и не вербально потому что в принципе процентов 90 мы так все и воспринимаем да они вербально то есть это жесты это звуки это поза это вибрации это свет и много много еще чего вот поэтому не привязываемся просто расслабляемся и находимся в позиции принятия вот это вот наверное самое важное и в принципе именно такую позицию принимают ученики когда начинают практиковать разные такие разные практики в разных учениях да то есть самое главное это не находиться в ожидании чего-то да что вот я сейчас услышу какую-то информацию а просто находиться в состоянии принятия и чем больше вообще по жизни вы будете находиться в состоянии принять то есть я готов принять абсолютно все и информацию и ситуацию и людей свою жизнь вот это вот чем больше принятия есть и меньше сопротивление чему-либо чем меньше сопротивление тем меньше у вас будет страхов тем проще вам будет жить но опять таки это все отдельная информация если она кому-то нужна была я ее озвучила и так отодвигаем эти две позиции тайм-коды есть в описании позиция номер один голубенький камешек и первый вопрос в какой сфере я буду говорить так да я да я допускаю ошибки но вы меняйте слово ошибки на опыт почему потому что вот слово ошибки одно само по себе какой-то негатив несет да а не что такое ошибочного ничего быть не может просто это опыт научения чего чему-либо вот поэтому в какой сфере вы обучаете да допускаете ошибки но в данном случае у нас выпал туз кубков и тройка кубков какой сфере кубки у нас всегда связаны с состояниями эмоциями с любовью ощущениями вдохновения да здесь может быть какой знаете вот здесь не нравится мне слова ошибка прям вот идет какое-то вот отторжение я скажу обучение то есть обучение на данный момент у вас проходит в сфере эмоционального плана вы как будто бы знаете здесь научаетесь жить эмоционально то есть раскрываетесь скорее всего эмоционально как это вы знаете более проще и более легче воспринимаете жизнь поэтому не ошибки а вот уроки которые у вас сейчас проходят да они как раз ки проходят связаны скорее всего с тем чтобы научить вас ощущать мир и вот как-то знаете более наполнено что ли эмоционально то есть не как-то ограничено и негативно а как тут более проще и более легче то что я говорил о вступлении да вот быть как-то открытыми здесь ощущение того что у вас как будто бы стоит задача до наполнится стать счастливым стать как-то вот позитивным стать наполнение вот здесь как будто бы голод есть по эмоциям по позитивным эмоциям даже не по эмоциям по чувствам потому что здесь намного глубже все идет поэтому здесь как будто бы вот любовь к себе до отношения к себе то что вас наполняет вот здесь вот про наполненность идет про легкость вы как будто бы себя начинаете разрешать намного больше и вам это как-то нравится более легче относитесь к каким-то вещам более проще где-то на что-то возможно закрываете глаза то есть вот здесь вы не то чтобы управляете эмоциями а вы как будто бы научаетесь их распознавать на то есть ваш урок сейчас на понимание вы как будто бы учитесь всей этой гамме эмоциональной да то есть не основными эмоциями и чувствами с которым вы знакомы а вы как будто бы сейчас учитесь улавливать и пуль полутона какие-то нам так в какой сфере еще у вас идет обучение да и шестерка кубка вот кидать три карта 3 аркана и 3 кубковых вы как будто бы сейчас заново учитесь доверию учитесь взаимодействию как будто бы заново обучаетесь видеть добро в людях да вот чистоту делаете больше акцент и внимание на положительных каких-то моментах более терпеливее здесь вот вас пробудилась какая-то такая ваша более светлая сторона что ли характера вы на ней сейчас делаете акцент может быть кому-то больше хочется найти терпеливее как будто бы стали до больше слушать вот если вам кто-то что-то рассказывает раньше вы бы макнули рукой ушли то сейчас как-то вы с терпением относитесь к людям да можете послушать можете им позволить чуточку больше но не потому что они на вас там как-то вас эксплуатируют да либо пользуются вами нет как-то вот с добротой что ли не такую картинку показывают а кто-то вот выходит и кормит кошечек так вот мисочка там есть молоко как-то вот вот это вот почему я с кошек вот этот образ увидела да потому что это вот гибкость это теплота это вот очаг вот что-то такое знаете давно уже вами забыто вы как будто бы вспоминаете себя каким вы были когда-то вот вот эти вот добрыми до момента того как как вы стали израненными закрытыми вот вам сейчас заново хочется верить верить в что-то хорошее это вот в этой сфере вы сейчас обучаетесь какие ладно какие ошибки сейчас вы можете совершать да мы смотрим в разрезе не здесь и сейчас какие ошибки вы можете в этой сфере совершать знаете карту показывает доверие как раз таки да но здесь не ошибка я не могу сказать что вы ошибаетесь в том кому вы доверяете а здесь скорее всего может быть наоборот то что ошибка в том что не хватает недостаточно доверия недостаточно доверия тому что вас окружает ошибка в том что вот я краски говорю да недостаточно доверие и выпадает колесничий то есть вот вы как будто бы здесь какая-то вдвоякая такое какая-то энергия да с одной стороны на как-то с уверенностью связано а с другой стороны как будто бы с недоверием недоверие в первую очередь к себе до в дальнейшем движении и это вот я бы сомнением еще это назвала да то есть здесь у а урок как будто бы вот это вот ошибка сомнения по поводу вашего дальнейшего движения а нужно ли мне туда идти или нет вот здесь как будто бы сомнения какие-то такие сомнения ну например нужно ли мне вступать в новые отношения или нет нужен ли мне второй там третий пятый десятый брак или нет вот это вот какая-то ваша неуверенность по поводу дальнейшего движения и даже не сомнения в том что а получится у вас или нет нет а здесь как будто бы идут сомнения конечной точки а для чего я это делаю а может быть стоит ну а ну его до бросить чем в это дело то вкладываться вот здесь вот что-то такое проходит да какая-то вот неуверенность по поводу дальнейшего продвижения здесь понимаете здесь уже настолько хорошо и комфортно вам ваших былых успехов что как-то вот дальше двигаться понимаете здесь сейчас я вам попробую объяснить такую ситуацию чтобы вы примерно поняли о чем здесь речь идет знаете когда долгое время находишься в отношениях да и вкладываешь что что-то делаешь до проходишь какие-то приятные неприятные уроки и потом эти отношения завершаются и причем отношения обязательно с мужчины да либо женщины могут быть дружеские это могут быть какие-то там я не знаю родственные отношения не столь важно и выйдя из этих отношений вы какой-то период для восстановления находитесь одни вам уже настолько хорошо и комфортно самим собой что когда уже возникает на горизонте какой-то вот повторный шанс создать что-то аналогичное вы уже при мысли о том что а вот надо будет снова вступить если это отношение например в конфетно-букетный период и заново узнавать этого человека и вот это вот все и вот вы это все представляете и у вас как будто бы знаете ну вот лень да ну то есть а нужно но мне и уже и так хорошо да то есть но вот а зачем вот это все или например если вы готовитесь ко дню рождения да то есть вот это вот ощущение предвкушения какого-то праздника и чем старше вы становитесь да если в юности как-то вот это вот предвкушение она более такое ярко что придут люди придут гости будут подарки будет музыка весело торты и так далее сладости то с возрастом может думать но она нужна на потому что вот как будто бы отходняк вот от этого всего праздника да он вот эти вот головные боли вот это потом все убирать вы как будто бы вот больше акцент делайте на это здесь ваше мировосприятие она просто направлена вниманием на последствия то есть на то насколько это все будет энергозатратно и поэтому здесь вот эти вот сомнения в по направлению именно к эмоциональной вашей сфере вот вы уже думаете а нужно мне это или нет нужны мне эти бабочки или нет нужно мне это вообще воодушевление или нет вот все хорошо да зачем вот себе вот это вот что-то новое на придумывать но есть вот какой-то внутренний зов который вас ведет и говорит нет надо надо вы как будто бы сами себя говорят уговариваете говорится ну ладно я пойду ладно но я не хочу ну ладно я просто попробую вот просто чтобы как это чтобы ты от меня отстал да вот что то здесь вот такое поэтому какие ошибки здесь больше неуверенность да потому что долгое время находитесь какой-то стабильности уже не совсем понимаете вот это вот мотивацию отличку вам дальше двигаться в сфере в которой мы озвучили потому что в принципе и так меня все устраивает да чему именно вас учат вот эти вот ваши ошибки умение делать правильный выбор действительно серьезный такого урока да потому что выпадают великие арканы арка влюбленных звезда и рыцарь кубков он говорит здесь о том что ваши уроки говорят о том чтобы вы научились правильно на основе анализа делать какой-то конкретный выбор своей жизни то есть то что вы не хотите сейчас вкладываться эмоционально энергетически это лишь потому что у вас есть не приятный опыт а негативный опыт который вас как-то вот как предохранитель останавливает от того чтобы вкладываться и сливать свою энергию но причина здесь была связана с тем что вы не совсем верно не совсем корректно делали выбор то есть выбирали не то что вам нужно безусловно вам это дало в прошлом опыт и этот же опыт становится для вас сейчас на данный момент преграды то есть я уже не хочу да потому что я уже как вот как предугадываю да то что вот будет опять вот так и здесь причина была в том что вы выбирали да то есть здесь не опыт был негативный а вы как будто бы неправильно выбирали то что вы хотели то здесь вас учат именно по состоянию вашей души то есть идти за своим состоянием затем что вы хотите то есть если мы хотим например отношения то что вы хотите ощущать в этих отношениях например если вы хотите начать некую такую наполненность да если вы хотите ощущать какое-то вдохновение что ли может быть даже счастье то идти нужно за счастьем и выбирать например если выбираете себе партнера друга и мужчину да может быть женщину с которой вы сможете эти ощущения да эти состояния проживать не человека для отношений а человека с которым вы можете проживать те состояния которые вы хотите вот в этом была ваша ошибка если так ее можно было назвать да то есть то 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 чему вас учили делать правильный выбор выбор в соответствии с вашими собственными желаниями и как-то вот целями а не то что хотел кто-то другой на то есть вас как будто бы цепляли как-то эмоционально и дальше вы больше вкладывались и давали как-то вот реализовывали желание цели другого человека и не делали это для самих себя и вот сейчас вас как будто бы учат в первую очередь ставить себя на первое место для того чтобы вы определили что вы хотите по аркану звезды что вы что хочет ваша душа и вот следовать как компас да вот определили моя душа хочет вот это исследовать по по своему пути для того чтобы получить то что вы хотите не то что вам предлагают другие и где-то сбивает вас пути а вы уж достаточно зрелой личности вы уже можете сказать что нет раньше было тогда то есть я делал то что хотели другие а сейчас я буду делать то что я хочу то что меня наполняет наполняет мою душу и вот это вот вас учат да то есть себя ставить первично на первое место и себя то есть то что хочет ваша душа состояние потому что у вас урок по чувствам вам нужно научиться наполнить с этими состояниями опять-таки не сам статус вам важен не сами отношения а то кем вы себя будете ощущать скорее всего как вы будете себя ощущать с тем или иным человеком то есть ваше ощущение ваше состояние почему вы не видите этих ошибок потому что для вас это урок потому что вы настолько хотите быть парным человеком настолько вам важна ваша гармония и ваша состоятельность что где-то вы осознанно закрываете глаза на какие-то вещи да то есть опять таки если мы говорим допустим в контексте отношений где-то вы идете на уступки и вот такое чувство что очень много вы делаете каких-то уступок и эти уступки они не обоюдные да не только с вашей стороны либо с вашей стороны намного больше чем со стороны вашего партнера но вот это вот ваша нужда быть в паре вот это вот ваша нужда быть в гармонии она как будто бы как сама цель является для вас очень важной и вы можете избегать конфликтов можете избегать острых каких-то моментов где-то можете промолчать то есть вы как будто бы идете очень часто на разные компромиссы лишь бы не выходить из своей гармонии потому что подводки кубков гармонии баланс для вас это очень важные вещи это то за что вы держитесь да вот здесь у нас выходила четверка педакли это то что вам очень важно да ваше спокойное внутреннее состояние и сразу я могу сказать если вам это действительно так важно и ценно так выбирайте партнера своей жизни которые вам дают вот эту гармонию если они вас из этой гармонии выбивают просто поменяйте поменяйте партнера здесь вы не видите вот понимаете здесь для развития вашего иногда нужно выходить то есть как бы так сказать любой новый опыт он вызывает дискомфорт он вызывает неудобства потому что он связан с незнанием да поэтому и говорим новый опыт которого раньше не было и это какая-то такая знаете достаточно стрессовая ситуация а все что связано со стрессом вы очень чувствительны и ранимы к этому и вам сложно снова вот понимаете вот вы словили какую-то свою волну баланса и потом если вас кто-то из этого баланса выбрасывает да либо вас как-то вот отбрасывает отталкивает в вы выходите из этой гармонии вам очень сложно вернуться и если такое существует только тогда ваша задача ваш урок научиться снова быстрее возвращаться да то есть выравнивать а не избегать чего-то нового то есть здесь получается так что вы держитесь за свой баланс за свою гармонию и когда вы идете вот прям вот ровно-ровно никуда не сворачиваете так вы в принципе ничего то и чему и не научаетесь почему потому что только любое отклонение налево вот вы идете по дороге да и вот слева поле справа поле и вот вы идете все однообразно однообразно стоит вам немножко отклониться да вот уйти в левое поле там увидите цветочки там может быть змеи мыши и знаешь что угодно да то чего бы вы не увидели если бы вышли ровно по дороге то есть вот здесь вот иногда небольшие отклонения они нужны они как будто бы как-то вот понимаете вашу вот именно вашем случае они помогают вам как-то развиваться вот вы как то знаете с достаточно прямолинейные ну вот как рельсы до встал поезд на рельсы он идет и вот если рельсы не идут зигзагообразным то сам поезд он не пойдет вот как будто вы знаете какой-то вот гибкости не хватает не хватает как серферы да вот поймали они волну и вот и все равно же нужна какая-то гибкость вот вам вот этой вот гибкости не хватает вы должны вот это вот как раз и понять для себя что ваше желание быть гармонии ваше желание быть в балансе это для вас понимание некой такой вот вашей зрелости что ли здесь какое-то убеждение у вас присутствует на этот счет который не дает вам развиваться поэтому вы и не видите то о чем я говорила ранее как это можно будет исправить солнышко хочется сказать знаете как-то вот переродиться переродиться аркан мира очень важный кстати у вас сейчас это период потому что великий аркан выпадает переродиться завершить свой прошлый вот этот сценарий когда вы не можете выка жезлов у нас тоже говорит о неком таком выборе когда сомневшением я вроде бы и хочу до двигаться но я уже настолько устал совершать какие-то ошибки что хочется принять правильное решение а мы никогда не поймем правильно ли я принял решение для тех пор пока не начнем действовать и а здесь вот как-то и круг у вас замыкаются да то есть я не действую потому что я хочу действует правильно верно а с другой стороны я никогда не пойму правильно я действую или нет если я не начну эти действия И поэтому здесь вам как раз таки говорят, что вам нужно просто больше действовать. Не смотреть на жизнь, на то, что это ошибки, ошибки. То есть я совершаю одни и те же ошибки. Вы можете, я не знаю, там 100 раз ошибиться, 200 раз. И вот на 201 вы получите то, что вам необходимо. А вот если бы вы вот эти разы предыдущие не ошибались, то есть вы бы не получили то, что, знаете, как плата за то, что вы рисковали. Плата за то, что вы не останавливались. У меня здесь такое ощущение, что где-то вы немножко подустали. Вы уже как-то вот не очень доверяете. Да, вы хотите, вы как-то, знаете, снова начинаете вспоминать себя. Какие-то вот былые моменты, когда вы были наполнены, когда вы пробовали. Как будто бы какой-то вот возврат у вас есть к прошлому. Ну, и это позитивно, это хорошо. Но вот хочется сказать, раскочегарить вас очень сложно. Да, вы очень долго-долго запрягаете. И сейчас вы как раз-таки учитесь быстрее запрягать, да. И не только запрягать, но и двигаться вперед, да, заново пробовать. Такое ощущение, что вот с нового листа, с чистого листа, имея уже определенный опыт, вы двигаетесь вперед. Но это очень как-то дается вам со скрипом. Хочется мне здесь сказать, какая у нас была первая позиция. Так. Голубенький камешек. Теперь вторая позиция. Красненький камешек. В какой сфере у вас здесь идет обучение? В моменте здесь и сейчас. Помним, да? Мы говорим про момент здесь и сейчас. В какой сфере у вас идет обучение? Обучение, коммуникация, общение. Здесь идет становление себя. Становление себя через, знаете, какой-то вот выбор. Даже не выбор, а вызов внутренний, да. Преодоление себя. Здесь у вас, вот, вы как будто бы проявляете себя в социуме. Здесь для кого-то может быть профессиональная сфера. Для кого-то может быть социум. Для кого-то может быть развитие. Развитие. В принципе, в жизни у нас говорят о сексуальной энергии. Но здесь, вот, мне кажется, здесь не про это. Здесь вот больше про презентацию себя, да, во внешнем мире. Как, знаете, заявление, манифестация о себе. Но эта манифестация, она вам не дается легко. Она вызывает в вас какие-то, вот, знаете, трудности. В какого плана? Ну, например, раньше вы никогда публично не выступали. Вот вы стоите уже перед выходом на сцену, и вы понимаете, что вот нужно шагнуть, да. И вот вы видите, там, 10, 15, 20 человек, не знаю сколько, сидят внизу, и все ждут. И вот, вот эта вот нерешительность и желание. А может быть, я убегу, да, в последний момент. А может быть, я, там что-то произойдет, и отменится мое выступление, да. И вот вы преодолеваете вот эти вот. Здесь не страхи нет. Здесь нету страхов. Здесь есть какие-то волнения. Вы как будто бы сами себя преодолеваете. Бросаете какой-то вызов себе и преодолеваете. И пробуете, и пробуете. И чем больше вы пробуете, тем больше вы уверенности обретаете в себе. То есть здесь вот сейчас этапы развития связаны, знаете, как-то с уверенностью в себе. Больше. Такой, знаете, такой еще момент показывает. Внутри вы как будто бы волнуетесь, переживаете, не знаю, по какому поводу. А внешне одеваете такую маску, знаете, человека. А, да, все получится, все хорошо. И вот люди, как будто бы видят вашу вот эту вот маску, и им кажется, что да, это вот такой человек, у которого все легко, да. Он всего может добиться легко и просто. Но это все-таки ваша маска, которую вы одеваете. А внутри вы очень сильно переживаете. Вы очень волнуетесь. Здесь каждый этап для вас, каждый шаг – это огромная сила преодоления. То есть это вот, знаете, мне показывают, когда человек начинает шагать, и если он, ну, допустим, в спортзале, да, занимается, на ноги одевают дополнительные вот эти вот гирьки, да, вес для того, чтобы человек уже занимался не со своим весом, а с дополнительным каким-то. И вот у вас, любой ваш шаг – это вот как будто вот этот вот дополнительный вес, да, то есть если кому-то просто шагать, а вам это тяжело, сложно, здесь ваши уроки идут непосредственно вот в этой сфере, в сфере развития, в сфере обучения, в сфере презентации себя. Здесь, может быть, кто-то совершает первые шаги, знаете, когда есть первые клиенты, да, я волнуюсь, я уверен в себе, да, у меня есть знания, у меня есть небольшой, правда, но опыт, он уже присутствует. И кто-то, возможно, проводит первые свои консультации, и вот перед тем, как начинается консультация, вот это вот волнение, а как все пройдет, а все ли я продумаю. То есть вот вы как будто бы сами с собой внутри, с одной стороны боретесь, а с другой стороны берете себя на слабо. Вот здесь это важно, вот этот вот на слабо вызов, который вы бросаете себе, он вас мотивирует, это ваша мотивация на данный момент. Какие ошибки вы можете здесь совершать? Ну, ошибки, безусловно, потому что выпадает аркан шута, это новые начинания, да. По шуту мы можем сказать, что есть какое-то, вы знаете, легкомыслие, но я бы сказала, что здесь все-таки не ошибки, а здесь просто это новые начинания. И в силу, что не хватает шута, нету знания, у него есть вот просто, знаете, вот эта вот слепая вера высшим силам и тому, что вот куда меня ведут, я за этим иду, да. То есть здесь отсутствие полное, отсутствие страха. И здесь опыта как такового нету, поэтому сказать, что вы ошибаетесь, здесь единственная ошибка в том, что это вот абсолютно новое для вас. И, конечно же, вы будете совершать здесь ошибки. Ну, то есть здесь не то, что вы как-то можете предугадать, потому что по шуту вы не можете предугадать. Можно сказать, какая-то вот поверхность, поверхностность, но здесь, скорее всего, я бы сказала, что у вас идут ошибки от незнания, от того, что нету такого опыта. Это вот как будто, вы знаете, новая сфера, приходишь на новую работу, да, люди абсолютно новые, еще не разбираешься, да, как можно доверять, а кому нет. Ты всем улыбаешься, со всеми вроде бы на таком позитиве, открыт, доброжелательный, и вот потом начинаются слухи, а этому доверять нельзя, он такой, а с этим разговаривать не нужно, а этот вот пятый, десятый. Вы такие в шоке, то есть вам кажется, это все вот одинаково, да, все белые ромашки, оказывается, здесь ромашка с подвохом, а там вот ромашка с божьей коровкой. Вот, и ясное дело, вы ошибаетесь, пока вы не узнаете, это абсолютно новое поле для вас, и выпадает император. Ошибки здесь какие могут быть? Вот как раз-таки недостаток, вот, я бы сказала, уверенности, да, это вот может быть ошибка, то есть, если особенно это публичные какие-то выступления, да, то на первых ворах это может быть, как-то, знаете, как человек разговаривает невнятно, да, как-то вот бубнит, мямлет. И это вызывает некое такое отторжение от человека, который, ну, себя презентует как оратор, то есть, не важно, что вы говорите, да, важно, как вы говорите, да, пускай вы будете говорить чепуху, пускай вы будете говорить, я не знаю, что угодно. Главное сказать это красиво, уверенно, потому что вы передаете состояние людям. Вы, иногда бывает так, что человек что-то там говорит такое, ну, глупое абсолютно, и слушатель это понимает, но то, как он говорит, как он себя презентует, как этот мастер верит в себя, вот прям хочется ему верить, да, то есть, осознанно понимаешь, тебя сейчас обманывает, ну, вот красиво обманывает, и тебе это нравится. Здесь вот про это, то есть, ваши ошибки могут быть как раз-таки в том, что вы не умеете убеждать людей, вы не умеете использовать слово, вы не умеете, может быть, по императору как-то, знаете, отдавать кому-то приказание, если там, ну, ваше место рабочее заставляет вас так себя вести, да, как-то, вот, ну, если вы, допустим, на новом месте в руководстве, да, вы еще не являетесь авторитетом для своих подчиненных, то вот неумение себя правильно поставить, то есть, вместо того, чтобы сказать кому-то что-то делать, вы как будто бы просите, хотя по уставу этому человеку положено, чтобы он выполнял ваши приказы, да, то есть, вот, неумение как-то вот поставить себя правильно, какие еще здесь могут быть ошибки, ну, вот, три великих аркана, да, аркан силы, недостаточно, вот, еще раз повторюсь, скажу, недостаточно вы уверены в себе, и это понятно, да, то есть, не надо себя как-то наказывать, не надо себя за это винить, вот, это все придется опытом, практикуйте просто больше, верьте в себя, практикуйте общение, коммуникацию, учитесь говорить убедительно, позволяйте себе ошибаться, да, то есть, умейте признавать и говорить другим людям, что да, окей, если вам кто-то укажет на ошибку, и вы согласны с ней, вы понимаете, что это так и есть, да, признавайте свои ошибки, в этом нет ничего такого страшного, это наоборот, это не слабость, а это наоборот ваша сила, то есть, здесь как будто бы ваш урок, вашу слабость делать с вашей сильной стороной, да, то есть, вашей силой, уязвимым, будьте уязвимыми, да, здесь как-то вот так хочется сказать, умейте переводить это все, может быть, где-то через юмор, где-то отшучиваться, да, но сделайте себя сильнее, то есть, вот весь ваш, хочется сказать, урок, он связан с тем, чтобы вы стали более увереннее, более сильнее внутри себя, а чему вас учат, ну, в принципе, я сказала, но все равно давайте посмотрим, двигаться вперед, да, во-первых, не бояться, не бояться слухов, не бояться критики, не бояться каких-то оговорок, знаете, вот вас останавливает слово другого человека, вы, может быть, на самом деле-то и являетесь хорошим мастером, но вот из-за неуверенности, знаете, есть люди, которые, ну, не умеют, они говорят, да, они могут прекрасно, например, писать, да, писать книги, писать стихи, но при этом вот ораторское мастерство им не удается, а им есть о чем сказать, да, им есть что передать, ну, вот стоит только рот открыть, да, вот они начинают как-то так неуверенно говорить, и слушатель воспринимает человека как, знаете, как, да, он ничего не знает, да, если он мямлит, он ничего не знает, а здесь не так, и вот эти вот, знаете, по пятерке мечей, где-то в какой-то степени конкуренция, она вас пугает, да, вот агрессия других людей, негатив других людей в вашу сторону, вам здесь нужно научиться, знаете, как-то вот подпитываться этим негативом, то есть как-то вот этот негатив обращать в позитив, чтобы он помог вам как-то вот преодолевать себя, как будто бы, я не знаю, говорить себе, что чем больше обо мне говорят, значит, это вот как-то, ну, придумать себе убеждение, да, значит, это показатель моего мастерства, то есть если бы я не был мастером, обо мне бы вообще никто ничего не говорил, а тут вот много такого негатива, значит, я достоин, здесь вам как будто бы нужно одержать победу над самим собой, любой ценой, именно над самим собой, потому что это сделает вот какой-то прорыв по тузу жезлов, это вот даст вам какой-то шанс, огонь, для чего, для того, чтобы стать императрицей, вам себя нужно просто преодолеть, и вот этому вот вы, в принципе, и учитесь преодолевать себя, вам как будто бы, знаете, вот какой-то шестеренки не хватает, да, для того, чтобы вот ваши швейцарские часы заработали, и вот этому вот вы сейчас и обучаетесь, почему вы не видите вот этих вот своих ошибок? Потому что хочется сказать, что вы слишком такой вот прям хороший человек, знаете, десятка кубков, вы слишком эмоциональны, вы хотите всегда, чтобы все было, ну, по максимуму очень красиво, очень эстетично, чтобы вот все радовали, чтобы все наполнялись, то есть такое ощущение, что ваше желание по отношению к другим людям, оно выше, чем ваше собственное желание, вы как будто бы не можете найти баланс между вашими эмоциями и движениями, здесь, знаете, вот вы начинаете как-то переживать, волноваться, эмоционировать, и это вас как-то сковывает, и вы не можете дальше двигаться, либо наоборот, если вы двигаетесь, то вы неэмоциональны, тогда вам становится скучно, здесь как будто бы какой-то баланс вы не можете найти, у вас все завязано на удовольствии, у вас все завязано на кубках, на состояниях, вы как я, да, эмоциональны, если есть настроение, делайте, нет настроения и не делайте, вот здесь что-то такое, да, то есть эмоции, они вами, как это, управляют, да, то есть ваша жизнь, она завязана на эмоциях, а вам как раз-таки аркан справедливости, а вам как раз-таки надо войти в баланс, да, то есть в достаточной степени быть рациональными, ну, то есть там, где нужно, а там, где нужно быть эмоциональными, то есть, ну, дома, в семье вы можете быть эмоциональными, А во внешнем мире вы должны быть рациональными, потому что рассудок должен присутствовать. А дома вы можете поэмоционировать, вы можете поволноваться, порадоваться, попереживать. То есть там ваш круг людей, которым вы доверяете. А во внешнем мире эти эмоции, наверное, будут лишними. Здесь какая-то еще и суета проходит, связанная с тем, что вы как будто бы закрываетесь от того, что вас разрушает. Вы себе придумываете, иногда вы еще что не видите. Вы не видите, вы как будто бы отвлекаетесь на какие-то ненужные вам вещи, только для того, чтобы вас никто не разрушил, либо вы что-то не разрушили. То есть у вас есть привычный круг общения, и вы ему придерживаетесь. Почему? Потому что вы очень сильно боитесь и переживаете любые какие-то разрушения, завершения, там, где нужно поставить точку, каких-то конфликтов, ссор. Вы очень близко к сердцу это все принимаете, очень реагируете на это все, так прям чувствительно-чувствительно. И поэтому это вот ваша слабая сторона, и вы закрываетесь от этого. Вы занимаетесь чем угодно, лишь бы где-то что-то не разрушить, либо что-то где-то вам кто-то чего-то там не сказала, такого обидного, потому что потом это вас выбивает. И скорее вам сложно как-то дальше двигаться. Хорошо, как вам исправить эту ситуацию? Ну, луна. Луна. Найдите в себе вот эти вот страхи. То, что я говорила и ранее. Найдите эти страхи, поймите их природу, да, почему вы боитесь. Потому что на самом деле здесь ощущение такого, что какие-то страхи ваши, они, ну, такие мнительные, да, это, ну, не то, что есть на самом деле, это то, что где-то вы что-то себе напридумываете, раскручиваете, увеличиваете чрезмерно. Есть такое ощущение, что вам бы хорошо режиссером побоить, да, либо иллюзионистом каким-то, вот там, где обман можно превратить в творчество, да, например, там, визуальный какой-то обман. Вам нужно понять, ну, вот вы такой, знаете, щедрый, добрый, позитивный человек. Ну, вот страхи, они, они вас демотивируют. Не мотивируют, а именно демотивируют. И это вот ваша слабая какая-то сторона. И вам говорят о том, что вот ее нужно превратить вот в ваш двигатель. То есть ваши страхи, ваша чувствительность, ваша ранимость, вот ваша цикличность в эмоциях. Это должно, вы должны понять эту природу и сделать ее вашей сильной стороной, вашим движущим таким элементом. вот такая у меня была и вторая позиция. И мы с вами переходим к позиции номер 3. В какой сфере вы проживаете уроки сейчас свои? В какой сфере вы проживаете сейчас свои уроки? Это даже не сфера, это то, что связано как-то с прошлым, либо тянется из прошлого. Сфера перемен. Какая сфера? Сфера перемен. Когда вы хотите изменить свое прошлое. Либо что-то из своего прошлого, либо вы хотите свое прошлое вообще изменить. То есть отсечь, оставить его позади и пойти в новое. Что там в этом прошлом вы хотите изменить? Какой-то уход. Может быть расставание. Может быть уход. То есть здесь может быть в прошлом, что вы оставили что-то, что было очень ценно, значимо, важно для вас. Но вы поняли, что для дальнейшего развития вам необходимо двигаться дальше. Может быть для кого-то это какие-то эмоциональные состояния. Неприятные. Нежелание двигаться. А у кого-то, кто-то в прошлом, может быть, пережил депрессию, апатию. Какой-то эмоциональный, такой негативный фон, когда не было желания двигаться дальше. И вот вы как будто бы себя силком вытаскивали за волосы из этого состояния, из этого болота. Для того, чтобы двигаться дальше. И сейчас, если мы говорим в какой сфере, вот вы, такое ощущение, что вы вытащить себя вытащили, либо кто-то уже находится вот прям совсем в завершении, вот, и вы готовы уже пойти в новое. Но конкретно в какое новое, пока еще нету понимания. Вы идете. А куда вы должны пойти? Куда перем... Ну, первично вы должны принять решение, да, то есть вы должны захотеть. Захотеть, я сказала, и мага вытащила. Здесь дело в том, что внутри, возможно, вы понимаете, что нужны какие-то перемены, но вот решимости, знаете, вот принять вот это вот решение, сказать себе, все, я иду вперед, не оглядывая, сжигаю все мосты. У вас пока еще этого нет. Да, вы себя вытащили, вы уже более-менее находитесь в таком нормальном рабочем состоянии. Могу сказать, что прям вау, энергия бьет ключом. Нет, но здесь уже вам не хватает какой-то, вот знаете, вот решимости именно. Вот я приняла решение, все, дальше уже нету возврата. Вот такого у вас еще нету. Вам вот этого не хватает. Какой-то вот внутренней, не знаю, силы воли, что ли, не хватает, чтобы пойти в новое. Я уже не говорю о том, что вы не совсем понимаете, в какое новое, но вообще уже включить вот эту вот готовность, что вы хотите пойти. Что-то новое построить для себя. Очень сильно переживаете. Здесь, понимаете, и новое вас как-то волнует, переживает, и старое. То есть вы не вперед, и не назад. То есть новое как-то и непонятное, и волнительное, и я не знаю. и старое уже как-то мне не радует, и туда я не хочу, и сюда я не хочу. И вот какое-то такое зависание небольшое, но здесь нету остановки. Вы... Здесь и движения нет, и остановки нет. Такая вот... Какое-то, знаете, вот как в невесомости космонавты есть, да, вот они вроде бы двигаются, но при этом точно так же, как эмбрион внутри матери, да, вот в этой пуповине, он как-то двигается, и в то же время он и вперед не продвигается, и назад он не есть, но... И он и не зависает. Ему нельзя сказать, что вот он такой замерзший, да, все равно какое-то движение есть. Но какое-то конкретного, целенаправленного движения нет. Движение есть, а целенаправленного нет. Это вот в этой сфере вы сейчас, как говорится, варитесь, развиваетесь. Какие именно ошибки вы совершаете, сейчас? Ну, очень-очень жесткие. Ну, блин, тройка без дьявола, может быть? Не может. Очень жесткие какие-то решения вы принимаете вот в вашем бытовом, вот как-то в каждодневной какой-то в мире, хочется сказать, в материальном мире. Здесь, по дьяволу, вы принимаете какие-то вот по рыцарю мечей какие-то жесткие решения. Какие-то вот они бескомпромиссные. Здесь как будто бы, знаете, вот вы не глупые люди, но иногда как-то вот поступаете. Как бы так это объяснить-то? Вы знаете, вот идете на риск там, где не надо. Старайтесь доказать что-то людям, вот, когда вы сами понимаете, что это не надо. И здесь вот ошибка в чем? Что вы не понимаете, здесь как будто бы какие-то импульсивные действия проходят. То есть вы сами не понимаете своих собственных действий, своих собственных слов. Как, знаете, ощущение того, что, как это, как бес попутал, и вот я это сделал. Зачем я это сделал? То есть пошел, купил биткоины. Нафига они мне нужны? Вот вы подумали, как будто бы сожалеете. И вот это, знаете, какая-то эта ошибка, она связана с тем, что внутри вас есть какая-то потребность на дальнейшее движение, но вы из-за того, что вы, причина всего, что вы никак не можете принять какое-то решение для себя, очень важное, вы знаете, о каком решении я говорю. Вы как будто бы не можете решиться на него, здесь не принять решение, головой вы приняли, но вы все как-то вот не можете решиться, да, это как диета с понедельника, да, с какого понедельника, я не уточнила, но я знаю, что мне это надо. Вот здесь вот про это, да, то есть я понимаю, что мне это надо, но вот как-то вот решиться и начать нет. То есть надо бегать каждое утро, и все, я не как это, Глаза открыл, там, я не знаю, кроссовки натянул, посмотрел, о, холодно, опять снял и спать лег. Вот здесь что-то такое. И вот вы, когда начинаете предпринимать какие-то действия, они какие-то, знаете, вот рывками резкие, непродуманные, достаточно такие глупые, вы начинаете снестись, неизвестно куда, стремясь, вот прям сломя голову куда-то, что-то. Это вот какое-то, знаете, вот здесь вот такое ощущение, что свист ветра, да, что есть какая-то скорость, кто-то куда-то бежит, вот либо поезд, либо трамвай, вот по рельсам, когда начинает тормозить, либо, да, тормозит, вот этот вот скрежет какой-то такой вот скрип вот этот по рельсам, противный вот этот по железке. Вот что-то такое у вас сейчас происходит. Какие именно ошибки вы, вы хотите, понимаете, вы хотите быть победителем, но вы не понимаете, в какую войну вы еще играете. То есть у вас есть как будто бы задатки гладиатора, да, то есть я готов войти в арену и победить, но вы еще не понимаете вообще, а зачем вам с кем-то бороться, да, то есть навыки есть. А я не понимаю вообще в каких играх я участвую, для чего, вот здесь как будто бы ясности какой-то не хватает. Да, вот я спросила на Диабла, да, вот и выпадает отшельник, как будто бы не хватает идей, да, то есть понимание, знаете, вот в компаниях есть идеология, да, ради чего я что-то делаю. То есть ради чего развивается наша компания, ради чего наша компания производит вот ту или иную продукцию. Вот здесь вот как будто бы, да, отшельник, он еще четко для себя не выбрал какой-то путь, и из-за того, что вот он не выбрал какой-то путь четко для себя, он как зародыша вот эта вот еще идея, она как-то у вас еще не родилась. И вы как этот, тыкаетесь туда-сюда и как-то не можете понять. Но вот эта вот потребность, да, ощутить себя победителем, что я могу, да, что у меня все получилось, что я реализовываю, у меня есть потенциал, она у вас присутствует. Вы здесь карты движения везде есть, да, даже смерть как лошадь на движение. Вы хотите что-то новое начать, да, пойти во что-то новое, но из-за того, что вот внутри себя как-то нету четкого определения. Все начинается с собственного желания, что я хочу. И второй вопрос, а для чего мне это надо? То есть, возможно, где-то вы и осознаете, чего вы хотите, но вы не понимаете, для чего оно вам. Здесь чувство готовности, я готов бежать, я готов вкладывать, я готов работать. Вы знаете, как инвестор, есть деньги, я не знаю, в какой проект вложиться, да, там, есть продюсеры, нету таланта. То есть, в какого таланта вложиться? Вот здесь что-то такое, да, я готов, то есть, я уже купил кисти, краски, но я не знаю, что еще рисовать. Вот какие-то такие ощущения и ошибки здесь связаны с тем, что как-то, знаете, вот не родилось внутри вас еще вот это вот определение. И здесь дьявол, он вам как будто показывает, попробуй вот это, попробуй вот это. И вот вы на поводу вот этих вот своих каких-то импульсов начинаете все пробовать. И понимаете, что ну не то, не то, не то. И казалось бы, что вот ранее вы бы этого не делали. Здесь как будто бы вот ваши инстинкты вами управляют, да, здесь есть какое-то напряжение, не хватает расслабленности. Вы как будто бы сам не свой, честно. У меня такое вот ощущение, да, как будто бы вот, ну, сам не свой. То есть, вы совершаете действия, поступки, которые вам не свойственны, вам не характерны. И вот это вот ваша ошибка. Чему вас учат ваши ошибки? Ну, во-первых, то, что вы делаете, вы это делаете на основе каких-то ваших разочарований. То есть, вы в чем-то разочарованы. И, знаете, вместо того, чтобы проживать вот это вот разочарование, какой-то скорбь, то от чего вы уходили. Вы долгое время были в бездействии, да, по четверке куклы, потому что я вам говорила ранее, в прошлом все это начиналось. Здесь ощущение того, что вот вы здесь где-то недопрожили, что-то недоосознали, и вы идете в будущее. А в будущее еще как будто бы вот, ну, 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 еще нельзя. И что-то вот в прошлом недоделали, недоосознали, недокопали, недопоняли. И поэтому вы не можете решиться на будущее. И поэтому вот как-то вот это вот мытарство туда-сюда, с чем связана вот эта вот ваша утрата, потеря скорбь, с какими-то тайнами, знаниями. Здесь как будто бы, знаете, то ли вы разочаровались в прошлом в каких-то знаниях, то, что вы изучали, либо разочаровались полностью в каком-то своем мировоззрении. То есть, знаете, здесь чувство такое, то, во что вы верили, здесь даже неважно, какие действия, а вы утратили веру. Вот это вот ключевое, да, что Верховная Жрица, что Император. Одна на земле, один на земле, другая в небесах. Они говорят о вере, о доверии. И вот здесь вот вы утратили веру либо во что-то, либо в кого-то. И колесо фортуны вас закрутило не туда, куда надо. Вы стали, знаете, заложником своей судьбы. То есть, на данный момент вас куда судьба поведет, туда вы идете. Не вы стали хозяином, а наоборот, вы утратили вот это вот. И поэтому судьба вам говорит, вот туда пойдем. И вы туда идете, знаете, как этот, на заклание. Вот ощущение того, что вас как будто бы приносят в жертвоприношение. Иди, это дело, вы идете, иди, это дело. А вам это не свойственно. То есть, вам как будто бы свойственно быть хозяином, ну вот князем. У меня ощущение того, что вы по природе князь, а сейчас вы находитесь в грязи, упали. Почему? Потому что, когда, это очень напоминает на то, что, знаете, руки опустились. И вот мне уже пофигу, что со мной будет, кто мной будет управлять, что мне будет. Мне это уже безразлично. И вот это вот безразличие, оно скрывает какую-то, знаете, недопрожитую боль, что ли. Вот что-то недопрожили. И вот, знаете, такое ощущение, что вот как будто бы вот в этом состоянии вы становитесь, вами легко манипулировать. Вот здесь вот такое, да. Мне просто показывают картинку, что кто-то там на вас плюет. Вам говорят там, лежи мои ноги. Ну, условно говоря, это некрасивый пример, но мне просто это показывают. И вы это делаете. А внутри вы воин, да. Вы, знаете, такой вот благородный, доблестный воин, который в были времена, там, я не знаю, сражался, вел там отряды. И, условно говоря, на бой и выигрывал, и войны, и победы были, и все. А тут вы стали никем. Просто потому, что дали какую-то слабину и поверили во что-то. Либо вы эту веру утратили, либо вы поверили, что вы ничто и зовут вас никак. Вот здесь вот какой-то вот вас сломали психологически. И не кто-то вас сломал, а вы позволили себе сломаться. И вот из-за того, что вы позволили себе сломаться, колесо фортуны закрутилось не туда, куда надо. И вы стали заложником своей собственной судьбы. То есть, знаете, всегда есть ветвь на максимум и на минимум, да, как вы будете проживать. Вот вы как будто бы шли по максимуму, сломались и упали на минимум. И вам это не свойственно. И вам надо вернуться в прошлое, и вот там что-то, вот там, что там в этом прошлом. Ну, у вас были какие-то ожидания, я говорю ожидания, ожидания то ли по поводу денег, то ли по поводу семьи, то ли по поводу какой-то стабильности. И вы разочаровались. Но в этом был ваш урок, понимаете. Здесь ощущение того, что вы как будто бы этот урок не прошли. Вы как будто бы, знаете, ощутили себя, я говорю, каким-то вот заложником в этом прошлом, да. Знаете, это, например, в отношении вкладывайтесь, вкладывайтесь, вы верите в человека. А потом человек просто взял и выбрал другого партнера. А вы это близко приняли к сердцу, и вам показалось, что он меня предал. Никто вас не предавал. Просто человек выбрал для себя, сделал наилучший выбор на тот момент. И вы не явились этим выбором. И вам это сложно принять. И это вас сломало. Ну, это я пример привожу. Вот здесь вот что-то такое аналогичное было, да. То есть вы вкладывали, складывались, жертвовали, да. То есть вы понимали, что... Если понимать, здесь осознанная жертва была во имя чего-то большего. И в какой-то момент вы как будто бы поняли, что вот это вот большее – это иллюзия. И это утратило... Вы как будто бы утратили смысл жизни. А теперь ради чего мне жить? Я не хочу. И вот здесь какая-то вот такая вот энергия идет, что... А я не хочу. А теперь мне все равно. Теперь мне на все наплевать. И вот поэтому разворачивается вот эта вот вся история. Почему вы не хотите видеть свои ошибки, да, я сказала. Потому что вот разочаровались. Так, как это все можно исправить? Как это все можно исправить? Двигаться вперед. Двигаться вперед. Захотеть двигаться вперед, да. Прийти именно... Знаете, здесь вам нужно захотеть заботиться о себе в первую очередь. Понять свою ценность. Вот вам нужно понять вот из всей этой ситуации, кем вы стали. Вот кто вы есть, да. Здесь такое чувство, что вот вы как будто бы позволяете, чтобы с вами случалось это все только потому, что вы поверили, что вы никто. И здесь вам заново нужно научиться верить в себя, чтобы научиться заново верить в себя. Здесь такой очень серьезный урок вы проходите, который связан с тем, чтобы научить вас осознавать и понимать свою ценность, чего вы достойны. Не то, что вам говорят другие. То есть вот, знаете, вот вся вот эта вот история, весь этот сценарий, заварушка вот эта вся, она была развернута лишь для того, чтобы вы осознали, чего вы достойны. Не потому что вы, как это сказать, по праву, да, вот это ваше право. И вы почему-то это право передали в руки кого-то другого и поверили, что вы недостойны. Да, здесь вот вам нужно излечиться, излечиться для того, чтобы двинуться дальше. Вы очень много шишек набили, но по аркану высшего суда так и должно быть. Вы должны были это пройти, завершить. Здесь как будто, знаете, вот какой-то долг. У вас был долг, и вы должны были его отдать. Там, не знаю, ситуации жизни, может быть, из прошлой жизни, да. Где-то кому-то насолили, а в этот раз, в это воплощение вы пожинаете плоды и стали на место тому человеку, которому вы, допустим, условно говоря, насолили. То есть по справедливости вы должны были это пройти, потому что вот этот урок, он вас изменит. Он изменит ваше восприятие, вашу жизнь. Вы должны, понимаете, когда нам дают маленькие подсказки, мы на них не обращаем внимания, потом чуть больше. И вот здесь ощущение того, что вас так совершенно дарахнуло, чтобы вы в конечном итоге как-то, знаете, проснулись и начали быть собой. Потому что вам раз показывают, два, три, вы не поняли. Поэтому вот здесь такая вот ситуация, какая-то очень такая серьезная ситуация произошла для того, чтобы вы наконец-таки поняли, кто вы, где ваши права, на что вы способны. И вот эта вот ситуация, она должна завершиться, да. Потому что 20-й аркан, он говорит о перерождении, о завершении огромного цикла вашей жизни. То, что было связано с прошлым. Вам это дается очень сложно. Почему сложно? Потому что, ну вот вы понимаете, здесь хитрость, вы занимаетесь каким-то самообманом. Вы не хотите проходить этот урок. Вот вы тянете, тянете по семерке пендакли. Надеясь на то, что вот мир будет справедливым, все будет хорошо. Вот и, ну, короче, сами себя обманываете. Сами себя обманываете и ждете какой-то шанс, да. А вам не надо ждать этот шанс. Да, вот чем больше вы его ждете, тем больше вы впадаете в какой-то кризис. Вам сейчас нужно это все разруливать самостоятельно. Вам не надо ни на кого перекладывать никакую ответственность. Вам нужно взять за себя и понять, что вы создали эту ситуацию. Для чего? Для того, чтобы пройти урок ценности себя. Так осознайте, что, чего вы достойны. Посмотрите, как вы к себе относитесь. Как вы, как это себя воспринимаете, да, как вы себя подаете. Вот знаете, ощущение того, что разложите себя по полочкам, по молекулам. Рассмотрите каждую, а потом соедините в ту фигуру, в которой вы хотите, да. Которая будет идеальна для вас. И начните это ценить. Потому что чувство такое, что вы не цените себя. И, как следствие, мир вам отражает. Если вас предавали, значит, вы где-то сами себя предаете в чем-то, да. Не делайте то, что вы хотите. И здесь вот урок такой серьезный. Почему? Потому что, как говорится, сведущего человека, сознающего, с него и спрос больше. Да, для того, чтобы пойти по тройке жезлов в будущее. Поэтому здесь вам нужно разбираться с собой. В первую очередь понять себя. Понять свою собственную ценность. Да. И допрожить что-то в прошлом, что вы не допрожили. И только тогда вы сможете двинуть в прошлом. В будущее должны пойти. Так, вот такая была у нас третья позиция. Всегда тройка как-то вот много, глубоко. Но здесь какая-то конкретная ситуация у нас была описана. А я с вами прощаюсь до следующей недели, до понедельника. На следующей неделе два расклада у нас будут карты и руки. Потому что начало месяца я всегда делаю два расклада. Для тех, кто любит рассматривать карты. И я предполагаю, что один из этих двух раскладов будет на одну позицию. Поэтому, ну, заранее предупреждаю. Именно поэтому я и делала вступление сегодня о том, что не важно на одну позицию. На две, на три, на пять, на десять. Важно уметь услышать необходимую информацию для себя. И принять ее во внимание. Ну, а иначе, не важно сколько позиций вы слушаете. Если вы не слышите ничего, то это просто развлечение, да, как говорится. Прощаюсь с вами. Благодарю вас за ваши лайки и комментарии. До новых встреч. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова